Большое спасибо за приглашение, большое спасибо за представление, аплодисменты авансов. Это действительно очень приятно выступать у вас. Меня очень радует ваша аудитория, потому что, как вы, наверное, догадываетесь, за 30 лет существования организации нашего центра пришлось немало объездить различных вузов. Не уверен, что тема Холокоста настолько близка и интересна вам, но разговор, который меня немножко отвлек, с коллегами, которые делали интервью, задавали очень интересные вопросы, в том числе вопросы отчасти провокационные. Почему, в хорошем смысле этого слова, почему так мало знают о Холокосте в нашей стране и знают ли вообще. Эта беседа короткая позволила мне немножко перестроить запланированный характер лекции. Вообще к тому, что когда я выступаю или готовлюсь к выступлению, можно применять слово запланированное. Как правило, это экспромт. И, сознаюсь, у меня такой непрофессиональный способ ведения общения с аудиторией. С каждой такой встречи, это не дежурный комплимент, это реальность, ты уходишь с пониманием того, чего от тебя ждут, что хотят узнать. Одно дело, когда мы занимаемся, решаем какие-то свои задачи. Другое дело, что в каждой аудитории, тем более исходя из профессиональных навыков, здесь, как я понимаю, большинство филологи, и мне выступать сугубо на историческую тему, ну, может быть, вам было бы интересно. Надеюсь на свое исполнительское мастерство, редко засыпают на моих лекциях. Но, тем не менее, хотелось бы поговорить по проблематике, которая, ну, возможно, пригодится вам в ваших исследовательских проектах. Вот давая интервью, отвечая на вопрос, а что лично я жду от встречи? Да, жду практически очень малого. Одного человека, ну, максимум двух, которых после моей лекции, если хоть немного, его проблематика, о которой я говорю, и та тема, которая привела меня сюда, будет вам интересна, значит, ну, цель достигнута. Сегодня очень важно в такой проблеме, как память о Холокосте, политика памяти, культура памяти о Холокосте, это продолжение тех традиций исследований, которые были заложены российскими историками, филологами, учеными вот на рубеже вот последнего 20-21 веков. Нужны действительно новые взгляды. Эта тема стоит на стыке наук. И взгляд молодых людей, начинающих исследователей, это может привести к очень важным, интересным результатам. Ну, давайте немножко, так сказать, вот окунемся в проблематику. Когда есть больше времени, лекция не одна, то, конечно, я обращаюсь к аудитории, ну, для того, чтобы понять. Вот мы говорим слово «Холокост», а вот что это такое? Вот есть ли понимание того, что стоит за этим термином? Вы знаете, термин, когда пришла такая идея, я все свои проекты называю Нью-Васюки, Остап Бендер мой любимый герой, вот, когда пришла идея в Советском Союзе, когда никто не занимался трагедией еврейского населения во время Второй мировой войны, заняться вот проблематикой то, что сегодня мы называем Холокостом, Слово «Холокост» не знал никто. Это абсолютно точно. Мы приглашали в наш совет с Михаилом Яковлевичем Гефтером, создавая попечительский совет, очень известных мыслителей, политических деятелей, замечательных ученых, но первый вопрос всегда был такой. Конечно, мы согласны, Михаилу Яковлевичу, как вы нас зовете, говорили, а не Гефтеру, но скажите нам, что такое Холокост? И вот, когда мы с Светланой Анатольевной готовились к вам приехать, она мне вдруг показала в интернете, нашла статью о Холокосте татарского народа в период Ивана Грозного. Холокост американских индейцев – это целое направление американской историографии. Словом, Холокост была попытка, у нас замечательный есть такой борец за права русских, Владимир Вольфович Жириновский, сын юриста, который в предвыборных своих программах говорит, что когда я стану президентом ни одного иностранного слова, президент, конституция, зачем нам, русским, нужны все эти слова. Ну, там через абзац со свойственной последовательностью звучит тезис о том, что он создаст институт холокоста русского народа 1918-1953 годы. Говорят, что о терминах не спорят, а о терминах договариваются. Вот термин «холокост» – вот эта метафора, которая, кстати, писатель, это очень интересно, воздействуя литературой на общественное сознание. В конце 50-х годов будущий лауреат Нобелевской премии мира, тогда мало кому известный, переживший три лагеря уничтожения, где погибли подавляющее большинство его родственников, молодой писатель, живший во Франции Ли Визель, выпускает «Повесть ночи». И издатель говорит ему, вряд ли во Франции найдется больше 10 людей, которым будет интересна эта книга. «Повесть ночи» изучают в американских школах во многих странах мира. Именно в этой повести есть эта метафора крематориев, над которыми взмываются огни пламени. «Холокост» – это все сожжение, уничтожение огнем. Вот эта вот метафора, это тоже находит свое воплощение в издававшейся с 1965 года в Соединенных Штатах Америки книжной серии «Библиотека Холокоста». Мы, кстати, заимствовали вот это название «Российская библиотека Холокоста». Появилась вот практически с созданием нашего центра в середине 90-х годов, и сегодня уже более 90 книг изданы в этой серии. Но вот термин обретает это звучание, именно звучание тогда, когда проходят разного рода конференции, международные мероприятия, посвященные, как правило, связанные с одной датой. 27 января, именно 27 января в Москве в Центральном доме кино, в Бундестаге, Германии, спустя пять лет в ходе Стокгольмской конференции, инициированной премьер-министром Швеции Персоном, когда собираются главы или их представители 47 государств мира, это неизменно происходит 27 января. Вот опять же, в ходе нашего интервью мы задавали такой гипотетический вопрос, а как много людей знают, что произошло 27 января 1945 года, и почему именно эта дата была избрана для того, чтобы принята была резолюция Организации Объединенных Наций о Международном Дне Памяти жертв Холокоста. Но подавляющее большинство в нашей стране не ответит. Опять же, экспериментов не делаю, не обращаюсь к вам с какими-то вопросами. Как правило, один-два человека в аудитории знают, что произошло 27 января 1945 года. 90% по крайней мере мысленно вспоминают 27 января, день полного снятия блокады Ленинграда. Но то, что привело меня сюда к вам, ваш город, сейчас непосредственно связано с этой датой. 27 января 1945 года 100-я львовская дивизия под командованием генерал-майора Федора Красавина освободила самый страшный нацистский центр уничтожения – Ауши из Беркенау. Примерно вот в то же самое время, о том, что мы говорим, таким же очень пасмурным январским днем, когда и падал снег, и были очень сложно проходимые дороги, бойцы под командованием Федора Красавина ворвались в Ауши. Почему я так много говорю и называю это имя? Потому что завтра исполнится 125 лет со дня рождения этого генерала, который умрет в 1948 году в Казани в должности начальника казанского гарнизона, похоронен на главной аллее вашего главного кладбища Татарстана. И никто бы, наверное, его не вспомнил. Это одна из наших задач и тоже ответ для того, для чего нужна историческая память. Вот вроде бы мы – организация, которая занимается историей Холокоста, я все никак не перейду к научному определению термина, все-таки его скажу. Холокост – это политика нацистской Германии, ее пособников и союзников по преследованию и уничтожению евреев Европы в 1933-1945 годах. Так вот, дата, когда мир отмечает день Холокоста, дата, связанная с освобождением Аушвиц, это еще дата, которая связана с персональными судьбами очень многих людей. И тех, кто освобождал Аушвиц, и тех, кто был освобожден. Вот здесь эта перекличка как бы судьб стала для нас особенно важной, интересной, тогда, когда мы занялись проектом «Освободители» на семинаре для педагогов, об этом будет сказано специально, и стали заниматься судьбами как тех, кто освобождал, так и тех, кто был освобожден. Опять же, вот такой мостик в литературе – это то, что среди спасенных было, как минимум, два человека, которые именно в литературе, философии, в культуре Европы XX века оставили огромный след. Это «Приму Леви», работа которого «Человек Лето» появляется в 1947 году и окажет огромное влияние на мировосприятие талитарной системы преступлений нацизму, с одной стороны, а с другой стороны, что может или не может делать человек. Вот то, что Варлам Шаламов пишет, и то, что мы знаем из истории ГУЛАГа, очень много перекличек в том, о чем писал и размышлял «Приму Леви». Но, пожалуй, главным достижением Красной Армии, освободившей Аушвиц, было спасение немолодого человека, бывшего капитана немецкой армии периода Первой мировой войны, удачного бизнесмена, который понял достаточно быстро, что приход нацистов к власти несет прямую угрозу жизни евреев, перебравшегося в Голландию, и который перевез туда свою семью, двоих дочерей, который мечтал, когда началась Вторая мировая война, перебраться в Соединенные Штаты. Ему трижды отказывали в предоставлении визы, решение о том, что он может въехать в США, пришло только тогда, когда уже выехать из оккупированной нацистами Голландии было невозможно. Его звали Отто Франк. Именно этот человек, освобожденный Красной Армией, вернувшись после того, как его в течение полугода лечили наши врачи, вернувшись в Амстердам, получил от своей хорошей знакомой сохраненный ею дневник дочери. Дневник Анны Франк – самый, наверное, потрясающий, самый известный документ, литературное произведение XX века. Произведение не сколько о войне, о страданиях, но через призму судьбы 15-летней девочки, которая через этот дневник рассказала о своих чувствах и как бы показала миру, кем могла бы стать каждая из жертв нацизма, независимо от национальности. Вот этот вот дневник, я задавал себе этот вопрос, когда бы он был опубликован, через сколько времени, кто бы обратил на него внимание. Когда я приводил вам пример, спустя 10 лет после выхода дневника Анны Франк, уже в этот период времени, первая его публикация была в 1947 году, как трудно было и Леви Зелю писать художественные произведения на эту тему. И самое интересное, это, конечно, реакция людей, которые были освобождены Красной армией. Кем для них были вот эти непонятные люди в белых полушубках? Вот есть воспоминания как раз приемной дочери Отто Франка, он впоследствии женился на матери подруги своей дочери. И вот эта вот девочка стала его приемной дочерью. Ева Шлосс, она в своих воспоминаниях описывает встречу с советским солдатом, когда они увидели, так сказать, вошедшего в полушубке мужчину в форме, то здесь им показалось, что это медведь появился. Вот так она пишет в своих воспоминаниях. Я беседовал с Евой Шлосс последний раз в Лондоне весной 2019 года. Мы как раз, международный вариант нашей выставки, она существует на сегодня уже девяти языках, показывали в разных странах мира. Вот она еще раз рассказывала эту биографию. Книга, кстати, вышла на русском языке, книга воспоминаний, где она изображена, в том числе, очень дорогая для нее реликвия, это гимнастерка, который вручил, вот представьте этих узников, которых оставили, там 50 тысяч, тех, кто был трудоспособен, нацисты увели вглубь Германии, а оставили только тех, кто практически уже не двигался. У них не было одежды, она истлела, был жуткий мороз, какой-то солдат отдал ей гимнастерку, она сохранила всю жизнь. И точно так же в памяти Отто Франко, эта дата освобождения Красной Армии действительно осталась на всю жизнь. Этому есть документальное подтверждение. В Японии, я читал лекции, недалеко от Хиросимы, есть маленький-маленький музей Холокоста. Очень интересно, вот в России, стране, которая потеряла около 3 миллионов евреев, чья армия спасла евреев Европы, в честь этой армии, конкретно генерала Красавина, международные организации, парламенты разных стран отмечают Международный день памяти жертв Холокоста, до сих пор нет государственного музея, посвященного этой проблеме. В Японии есть, пусть небольшой, активно действующий музей, который в 70-е годы помогал создавать именно Отто Франко. И для этого музея он передал копию письма, первого письма, которое он опубликовал именно тогда, он написал тогда, когда смог держать карандаш в руках. И для этого письма он выбрал не случайно дату, 23 февраля. Вот Афранк знал, что это день Красной Армии. Он тоже вел маленькие дневники, там об этом писал. И вот первая строка его письма – «Меня спасли, и выходили русские». Вот представьте себе, вот не случайно не хлопнула эта дверь. Это как некий такой иногда, да, шумовой эффект, или какой-то, да, нужно поставить какой-то акцент. Пишет немецкий еврей, которого еще не знает о судьбе своей дочери, не знает о судьбе своей страны. Он пишет, матерь, она жила в Швейцарии, в Базеле, на немецком бланке с названием Аушвиц, отправляя конверт с польскими марками названием «Город Освенцем». Он пишет о том, что «Меня спасли, и выходили русские». История литературы, личные судьбы и события, которые связаны с каким бы то ни было конкретным человеком, в истории Холокоста очень тесно переплетаются. И поэтому для нас, когда мы рассказываем об истории Холокоста, обращаемся к этой теме, очень часто возникает вопрос о том, как сохранялась эта память, с чем это было связано. И очень важно, я лично пришел в тему Холокоста, тогда, когда достаточно случайно, работая в главном архиве страны, наткнулся на рукопись, которая считалась утраченной. Рукопись «Черной книги». «Черная книга», которую создавали Илья Эренбург и Василий Гроссман. Кстати, одна из статей, посвященная истории «Черной книги», вышла как раз в одном из изданий Казанского университета. Мы написали статью совместно с Ольгой Борисовной Карасик, и поэтому желающие могут прочесть некоторую маленькую часть истории «Черной книги». Мне кажется, что до сих пор еще есть очень достаточно большие шансы для того, чтобы заняться этой очень интересной историей литературного памятника, который председатель Еврейского антифашистского комитета, лучший в мире, как считалось исполнительной роли короля Лира Соломон Михоэлс, называл памятником. Это очень интересное отношение книги как к памятнику. И действительно, в тот самый момент, когда создавалась эта книга, для ее создания Илья Эренбург, он был инициатором именно такого проекта, пригласил выдающихся советских писателей и журналистов. Кстати, я занимался немножко биографиями этих людей, но никогда не занимался биографией Лидии Николаевниной Сейфулиной, отец которой был православным священником татарского происхождения. И среди немногих нееврейских авторов, привлеченных в черные книги, если не, конечно, были такие громкие имена, как Всеволод Иванов, некоторые другие, Лидия Сейфулина занимает свое достойное место и достойно того, чтобы это исследование продолжалось. И вот я, пытаясь видеть какие-то связки, пускай выступаю здесь в Казани, всегда, где бы я ни приезжал, старался найти какие-то связи с республикой, с городом, связанных с этими событиями. В истории «Вечерной книги» и вообще в деятельности организации, которая создавала еврейский антифашистский комитет, огромную роль сыграл Соломон Абрамович Лазовский. Вот это имя среди многих других имен, достойных упоминаний, особенно в год 80-летия начала Великой Отечественной войны, и очень человек, имя которого, деятельность которого связана с Казани. Именно здесь он принял первое боевое крещение, участвуя в вооруженном восстании в октябре 1905 года. И в своих воспоминаниях он писал о том, что он разоружал полицейские участки, забирал оружие и раздавал его демонстрантам у стен Казанского университета. Вот если Казанский университет звучит в разных ипостасях, вот именно этот человек, кстати, очень близко знавший Вячеслава Молотова, и поэтому не случайно в 1939 году Молотов пригласил его на должность заместителя наркома иностранных дел. И с июня 1941 года Лазовский становится заместителем начальника Совинформбюро. Начальником Совинформбюро формально числился секретарь ЦК по идеологии Щербаков, который находился в Москве, а Совинформбюро работало в городе Куйбышеве. И с первых сводок Совинформбюро, то, что мы знаем, зачитывая голосом Левитана, вплоть до последних сводок Совинформбюро, все это готовил Соломон Абрамович Лазовский, который вообще-то окончил всего 4 класса, экзамены за гимназию сдал экстерном, но тем не менее был блестящим оратором, знал очень многие языки. И именно он руководил деятельностью антифашистских комитетов. Это по его инициативе был создан и еврейский антифашистский комитет, который готовил «Черную книгу». Если вам будет интересно, вы прочтете вот эту нашу статью, все электронная версия, легко найти, то там вы увидите очень интересную взаимосвязь работы над «Черной книгой» советских и американских авторов. Я думаю, это был первый, а может быть и единственный, совместный литературный проект советских писателей и американских писателей, ученых и артистов. Там была специальная организация под таким названием, которую возглавлял Альберт Эйнштейн. Я не буду подробно вам рассказывать, я даже оставлю такую интригу, домашнее задание для того, чтобы вы познакомились с историей «Черной книги», но приведу один маленький пример. Вот роль Советского Союза во время войны и влияние его в том числе на литературные произведения. Готовилось совместное издание, которое должно было появиться и на английском языке, и на русском языке. Параллельно Илья Григорьевич Эренбург, он не случайно собрал лучших писателей, он хотел создать такие серии документальных очерков. Он давал каждому автору те документы, в основном письма и дневники, которые приходили в его адрес, и просил сделать из них, обрубая как были, отбрасывая в сторону лишнее, через документ рассказать историю того или иного населенного пункта, или лагеря уничтожения, или историю спасения. Только через документ. Пройдет примерно год, по разным причинам Илья Эренбург отойдет в сторону от своего детища, и литературную комиссию возглавит Василий Гроссман. И сохранились протоколы обсуждения, как делать «Черную книгу». И Василий Гроссман выдвинет такой интересный тезис. Мы должны говорить о теме не тех, кто лежит в земле, кто ничего не может рассказать. Если вы когда-нибудь читали, если вы не читали, послушайте, есть замечательное исполнение, радиоисполнение, письма матери из книги Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Вы знаете, я дружил с семьей Василия Семеновича, они передали в архив нашего центра маленькие открытки, которые мать Василия Гроссмана писала накануне захвата города Бердичева немцами. Для письма матери вошло только одно предложение, дорогой Васенька, и последние слова, так как она называла себя. Но тем не менее, Василий Гроссман, читая материалы «Черной книги», сумел воссоздать вот в этом литературном произведении потрясающие вещи, которые были, вот с моей точки зрения, крайне важны для понимания психологии Холокоста. Мать рассказывает ему, как ведут на уничтожение евреев, и как на это реагируют другие люди. Вот это вот история Холокоста, которая очень часто, я не случайно давая это определение, и сделал такой вот акцент, что история Холокоста — это ведь не только и не столько история, которая связана с нацистской Германией и судьбой евреев одной страны. История Холокоста — это попытка тотального уничтожения целого народа. Почему мир до сих пор? В культуре памяти есть разные трагедии, и мы живем в стране, которая потеряла 27 миллионов граждан в Советском Союзе, на фронтах, в блокадном Ленинграде, в том числе в оккупации, бомбежке, голод, карательные операции нацистов. Стоит ли выделять одну трагедию, выделять одну тему? Те, кто создавал совместно советско-американский проект под названием «Черная книга», таких сомнений не было. Готовился нюрнбергский процесс, текст «Черной книги» был представлен для нюрнбергского процесса. Американцы стремились издать свой вариант «Черной книги» и прислали его на согласование в Москву. Вы можете себе представить, насколько были длинные руки у советских организаций, что они добились того, что американское издание вышло без того предисловия, которое планировалось? Ну, мало ли, какая книга, бывает литературная работа, выкидывается предисловие. Но автором этого предисловия к американскому изданию был никто иной, как Альберт Эйнштейн, лауреат Нобелевской премии мира, самый знаменитый ученый 20 века. И что не понравилось Москве? Одно единственное предложение. Еврейский народ своими страданиями заслужил право на создание государства, отдельного государства Израиля. 1946 год, это не понравилось, предисловия выкинули. Но занимался этим вопросом тогдашний посол СССР в Соединенных Штатах Америки, ставший и представителем нашей страны в ООН, Андрей Андреевич Громыко. И когда в ноябре 1947 года шло очень непростые дебаты о создании, резолюции о создании двух государств, еврейского и арабского, в подмандатной Британии и Палестине, выступление Громыко, он слово в слово повторил слова Эйнштейна. Правда, забыл сослаться на авторство. Но именно этот аргумент своими страданиями заслужили право на отдельное государство. И сама по себе черная книга какой-то, с моей точки зрения, какой-то пронзительный документ, передающий эпоху. Потому что я не знаю никакого другого литературного произведения, которое бы дважды было вещественным доказательством. На двух процессах, абсолютно противоположных, проходящих в разных странах, имевших разные идеологические и политические задачи. То есть понятно, что она была представлена в Нюрнберге, когда судили нацистов, потому что в обвинительное заключение отдельно был выделен раздел преступления против евреев. Но когда в ноябре 1948 года по приказу Сталина был закрыт еврейский антифашистский комитет, арестован сначала его архив, а потом и люди, которые участвовали в работе еврейского антифашистского комитета. Вот, черная книга стала вещественным доказательством еврейского буржуазного национализма. Более того, связи со шпионскими организациями США, которые и готовили черную книгу. 13 смертных приговоров, последний сталинский расстрел, расстрел по делу еврейского антифашистского комитета. Я бы сделал акцент на словах антифашистского. Как же должен быть режим изжить себя для того, чтобы делать процесс по делу организации, которая, это отдельная, наверное, нужна бы лекция, огромный вклад, который она внесла в открытие Второго фронта, сбора средств для того, что происходило бы вот здесь на фронтах Великой Отечественной войны, правду о трагедии еврейского народа. И опять возвращаемся к людям, которые работали в еврейском антифашистском комитете, к тем, кто создавал черную книгу. Я тоже абсолютно случайно, наверное, никогда бы не обратил на это внимание, если бы не поехал в Казань, начал просматривать различные публикации Ильи Григорьевича Эренбурга вот накануне того, как он взялся за создание черной книги. Вот кто-нибудь в этой аудитории знает о его статье, которая имеет прямое отношение к вашей республике. Ну, господа филологи, в этом году 130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга, и это был тот человек, знаете, вот на фронте говорили, можно раскуривать любые газеты, но если это газета со статьей Эренбурга, а он написал за годы войны больше статей, чем длилась сама война, да, то есть там больше полутора тысяч статей он писал каждый день. 27 октября 1942 года в газете «Красная звезда» появилась его очередь «Татары». Я не в курсе, чтобы он писал о каких-то других народах. У него нет статьи «Евреи», хотя он упоминал о еврейской трагедии, вскользь, иногда, не упоминая еврейских жертвах, просто называл их мирными жителями. И вот эта статья «Татары», которая замечательная слова о том, это цитата из Эренбурга, всегда, когда речь идет о войне татарине, значит, это значит, что речь идет о войне, который блестяще воюет. Этот публицист, видите, никогда, насколько я знаю, во время войны не посещал Казань, но, может быть, я просто этого не знаю. Это не был человек, который замкнут был там на трагедии еврейского народа, но сам уроженец Киева, а в Бабий Яр, Киев, это то место, где на территории СССР погибло наибольшее количество евреев, Бабий Яр давно стал символом Холокоста. И, кстати, литературное произведение о Бабьем Яре, стихотворении Евтушенко, о памятнике, повесть Кузнецова в журнале «Юность» — это были первые бреши, которые пробивали немоту вокруг этого. Но при этом незаслуженно забывается имя человека, который впервые заговорил именно о еврейской трагедии в таком общечеловеческом, общефилософском плане. И вы знаете, так очень, наверное, нечасто бывает, но все-таки случается. В конце 1959 года в литературной газете появилась публикация Виктора Некрасова, лауреата Сталинской премии, окопа Сталинграда, обласканного властью, но человека, киевлянина, для которого то, что память о его земляках, евреях, никак не вековечена, вот он впервые написал именно об этом. И вы знаете, статью опубликовали, но самого его в Киеве все время замучили вопросами. Виктор Платонович, почему вы говорите только о евреях? Ведь в Киеве там погибли люди разных национальностей. И он всегда отвечал, действительно, в Бабе-Мьеру лежат не одни евреи. Но только евреи лежат потому, что они евреи по национальности. Вы знаете, наверное, нужно осознать. Иногда, тогда, когда ты присутствуешь на каких-то событиях, казалось бы, ну, не вселенского масштаба, не Киев, где, по немецким данным, было за два дня расстреляно 33 771 человек, даже не Ваушвица, который потрясает этот страшный лагерь смерти. И открывал памятник в поселке Зунга-Талга на границе Калмыкии и Ставропольского края. Там была уничтожена только одна еврейская семья, эвакуированная из Молдавии, мать и двое детей, девочек, которые там погибли. А вот мальчик, 12-летний, раненый, он бежал. И вот эта вот история, как целое подразделение, карательное подразделение нацистской армии, зная о том, что уцелел один мальчик, ведет за ним охоту. Сначала его прячут в Калмыкии, потом его прячут казаки в соседней станице, потом он перебирается в Ставропольский край, там его прячут украинцы. И везде следует карательная группа, которая убивает всех евреев, которые находятся по этому пути. И вот здесь, вот вы понимаете, в этой страшной истории, вот когда не должен не существовать один человек. Нацисты начали с евреев. Примерно так же, но хотя в меньших масштабах, по разным причинам уничтожали цыган. На очереди было и славянское население. Но вот именно этот урок Холокоста, трагедия одного народа, которая влечет за собой универсальность, потому что этими же методами будут уничтожаться и другие. Вот она как капля воды проявлялась именно в этой трагедии. И я, видите, там счастливый финал, этот мальчик выжил, он стал, это очень интересно, что люди, которые его спасли, его усыновили. Вот. И я знаком с этой семьей. Поэтому история спасения в истории Холокоста занимает очень важное значение. И вы, наверное, очень удивитесь, если задаете вопрос, а почему, точнее, получите ответ на вопрос, почему же в Советском Союзе не была издана черная книга. В 47-м году практически текст был готов. Он был отпечатан. Две трети книги уже просто в типографии. Немало тираж, 30 тысяч экземпляров, книга на русском языке. И вдруг издание было приостановлено. Рецензенты из отдела пропаганды ЦК сумели зацепиться за главу, которая, с точки зрения идеологии, казалось бы, была стопроцентно неувезвима. Она называлась «Советские люди едины». Там рассказывалось о том, как люди разных национальностей, отдавая свои документы, укрывая евреям, рискуя жизнью, спасают их от нацистов. И это стало предлогом запрещения «Черной книги». На первый взгляд это кажется нечто сюром. Почему именно эта глава вызывает наибольшее, так сказать, какую зацепку могли найти власти? Вот здесь мне было бы очень интересно услышать вашу версию. Но к чему можно здесь придраться? Почему это подрывало некоторые идеологические устои? А нужно было придраться, но найти повод, потому что зачем выпячивать еврейскую трагедию? Это был главный лейтмотив. Поэтому нельзя было в Библии все мирные советские граждане, действительно, сожженные деревни, там расстрелы, казни заложников, 7 миллионов 400 тысяч мирных советских граждан разной национальности физически были уничтожены нацистами, это без блокады Ленинграда, погибших в бомбежках от голода и так далее. Почему запрещать? Что могло именно в этом примере беспримерного подвига? Люди рисковали жизнью, пряча евреев, зачастую незнакомых людей, зачастую не одного или двух человека, целые семьи, некоторые прятали, вы знаете, список Шиндлера, другие, список Киселева, есть очень много литературных произведений на эту тему. А идеологи ЦК объяснили это так. У читателя может создаться впечатление о том, что нацисты убивали только евреев. Если русский, украинец, белорус отдает свои документы и прячет евреев, ну, значит, получается по контексту, что немцы не убивали русских, украинцев и белорусов. Вот, казалось бы, это абсурд. Но если мы вернемся с сороковым годами, чтобы мы поняли, почему вот это была идеология именно тогда, которая по-своему выстраивала память о войне. Примерно в это же самое время, после приезда Маленкова в Ленинград, был закрыт, существовавший всего два года, музей истории Ленинграда. Там вообще покруче была придумана история. Когда посещали этот музей, то там нашли оружие, орудие, которое не было разряжено, какие-то боеприпасы, придумали, что готовится покушение на товарища Сталина. Но самое главное, что поражало, там портреты руководителей обороны Ленинграда, города, которого спасли от блокады, они были по размерам больше, чем портреты товарища Сталина. И портрет товарища Сталина вообще был только один. И поэтому было обвинено в русском национализме, в выпячивании, выпячивании трагедии Ленинграда из общей трагедии. То есть черная книга, взятая, изолирована, это только как бы иллюстрация государственного антисемитизма. Если мы проведем вот эту вот параллель, опять же, очень советую, книга, блокадная книга Олеся Адамовича и Даниила Гранина заканчивается как раз небольшой главкой, рассказывающей о том, как закрыт был и почему был закрыт вот этот музей. Только в 89-м году в Ленинграде появится музей блокады. И память о блокаде, это очень интересно, как и память о Холокосте, вот она практически никогда не упоминалась в этом самом городе на Неве. Разница заключалась в том, что можно было в Москве публиковать о Ленинграде, это было в школьных учебниках, в университетских, только не в самом городе. Блокадную книгу Гранина Адамовича смогли опубликовать только в 84-м году, когда первого секретаря Ленинградского обкома Романова перевели в Москву. То есть вы понимаете, как идеология, как эта политика памяти, связанная с литературными произведениями, играет свою роль. Черная книга так и практически не вышла в полном объеме в советский период. В конце 91-го года уже формально Советский Союз распался, она в неполном виде появилась на русском языке, а полное издание, издательство текст с огромным количеством примечаний мы подготовили только в 2014-м году. История литературных произведений, история литературных памятников, она действительно проливает свет на очень многие события, связанные с Холокостом. Вот в нашей экспозиции, когда мы ее создавали, и здесь очень большой вклад несла Светлана Анатольевна Тиханкина, которая просто нашла целый ряд потрясающих историй для нашей выставки, для нашего проекта «Освободители», нас привлекла история Лидии Тихомировой, капитана медицинской службы. Она была в числе тех 25 тысяч советских солдат, офицеров и журналистов, которые вошли в Аушевец. И полевые госпиталя, вскоре армия двигается вперед, она там проведет всего несколько дней, но первую медицинскую помощь, кто знает, может быть, тому же Отто Франко, окажет именно Лидия Тихомирова. И вот эта женщина стала прототипом одного из самых известных советских произведений. Произведение, по-моему, одного из самых популярных советских авторов, главного редактора журнала «Юность», первого председателя Советского комитета мира Бориса Полевого. В 65-м году появилась повесть «Доктор Вера». Она не связана с освобождением Аушвитца. Вот реальная Лидия Тихомирова, прототип доктора Веры, в оккупированном нацистами Калинине вынуждена лечить немецких офицеров. Она врач, она случайно осталась на оккупированной территории. Не только она, но еще около 10 советских врачей, медицинских работников работают в немецком госпитале. В ноябре, или в начале декабря, да, в ноябре 41-го года Калинин отбит нашей армией. То есть, она проработала там всего лишь пару месяцев. 8 врачей, которые были ее коллегами, расстреливают за сотрудничество с нацистами. Лидия Тихомирова остается в живых, потому что в этом же госпитале она лечила и прятала советского командира подполковника. Он дал показания о том, что она реально спасла ему жизнь. И вот Борис Полевой описывает тот короткий период времени, когда она оказывается в тюрьме. Она, оказавшись в тюрьме в одной камере с женщиной, которая очень неприятно описана, очень непонятно, за что она там сидит. И случайно героиня, значит, вот Лидия Тихомирова, это доктор Вера, она узнает, что сидит она под той простой причиной, что ее соседи, еврейская семья, перед расстрелом, они знали, что они погибнут. Отдали ей все свое имущество и попросили сохранить трех девочек своих маленьких детей. Ну, что решила эта женщина? Жизнь рисковать она не хочет, имущество ценное, она этих двоих из троих девочек сдала полицию. Это первое, единственное в русской литературе случай описания людей, которые из эгоистических побуждений выдают и евреям не спасают, а выдают. То есть, история Холокоста это всегда история белых и черных пятен. И очень часто, пусть и опосредованно, эта история связана с литературными произведениями. В моей практике историк-архивиста, очень много находок, разных судеб, я очень много занимался и черной книгой, но тоже один из самых потрясающих факторов, которые в процессе изучения этой темы связаны с коллаборационизмом. Вот мы очень часто слышим о коллаборационистах, знаем о украинских националистах и бандеровцах, а тех, кто в Прибалтике проводит марши эсэсовцев, а до этого уничтожали, в том числе и евреев с удовольствием в 1941-1942 году, это правда. Но такие были на территории Российской Федерации и становились такими коллаборационистами иногда в силу самых разных обстоятельств. Не потому, что они были реально людьми, бороавшимися с советской властью или боявшиеся немцев, тем более ненавидящих евреев. На нашей выставке один из экспонатов посвящен человеку, который был начальником полиции один день. Я делаю акцент на этих словах один день. Потому, что если бы для нашей истории нужно было как-то соединить образ документа, то, что есть в документе с литературным произведением, лучшего примера подобрать нельзя. Этого человека звали Иван Денисович. Никакого отношения к своему литературному прототипу «Один день Ивана Денисовича Солженицы» он не имел. Это просто совпадение. Молодой парень, которого назначили начальником полиции ровно на сутки, потому, что в это время в маленьком городке Вележе шли бои на окраине города, наступала Красная Армия и абсолютно всех там старших по званию полицейских бросили на линию огня. Евреев там примерно 600 человек, которые находились в гетто. То есть, это специальное место, куда евреев переселяли. В данном случае это был свинарник. Несколько человек убежало и вернулось в свои дома. А кому эти дома были отданы? Семь им полиция. Эти женщины побежали к Ивану Денисовичу. Я читал протокол, судебный протокол. Этого человека найдут и приговорят к расстрелу спустя 15 лет после этих событий. И там были вот эти самые слова о том, что они говорят, Иван Денисович, нас из наших домов выгоняли. Это вот у меня потрясающая фраза. Там два, там месяца уже это наши дома. Ну, конечно, что делает Иван Денисович? Он берет еще двоих, они приходят к этим нескольким маленьким строениям, где находятся евреи, заколачивают окна, поджигают, те, кто пытался убежать, расстреливают, и несколько сот человек сгорели заживо. Термин «Холокост» это метафора газовых камер и крематория, над которыми развивается огонь, дым, труп, пепел людей, которые уходят в небеса. И маленький городок Велиш, одно сожженное гетто по приказу человека по имени Иван Денисович. Вы понимаете, что вот в истории Холокоста, которой мы занимаемся, это всегда история, драматическая история поведения людей. И героев, и предателей, и непредателей, и негероев, которые просто, может быть, выполняли свой долг. И поэтому нам очень захотелось создать выставку, в которой разные стороны этой трагедии были бы отражены. И мы особое внимание уделяли людям, которые рассказали, рассказали миру правду об этом. Вот не зря Борис Полевой, наверное, написал повесть, о которой я говорил. Он был в числе тех журналистов, которые оказались уже в начале, в конце января, начале февраля 1945 года в Аушвице, которая освободила Красная Армия. И вот для меня было очень важным узнать о журналисте, малоизвестном сегодня, корреспонденте комсомольской правды Крушинском. Он родился по соседству в Башкирии. А вот замечательный журналист, который не просто написал статью в комсомольской правде, вот долг журналиста, статья, окей. Но он увидел, что происходит. К нему подходили люди, бывшие узники, если у них были, и хотя бы человек был из Франции, но он знал русский язык, родился на территории Российской империи, и он ему сказал два факта. Первое, что нацисты пытаются уничтожить лагерную картотеку, и разбросаны эти документы, архивные, их надо сохранить. Часть эсэсовцев переоделась в форму узников, их нужно поймать. А самое главное, срочно пришлите врачей, потому что нужно лечить. И Крушинский пишет, раньше статьи, которые опубликуют, он будет в «Комсомольской правде», он пишет в главное управление, политуправление Красной Армии о том, что срочно пришлите врачей. Вот эти самые врачи, часть из которых были с опытом борьбы с дистрофией в блокадном Ленинграде, вот они сделали все потрясающие вещи. Из 7 тысяч узников, которые там остались, а, кстати, цифра 7 тысяч, она фигурирует в наградном листе генерала Красавина. Он получит орден Александра Невского за спасение 7 тысяч узников вот этого лагеря смерти Освенцем Аушвиц. Но они выжили во многом благодаря врачам, которые приехали и спасли, а сами эти врачи появились благодаря тому, что об этом написал журналист. Видите, история Холокоста это действительно многоаспектная тема, междисциплинарная тема. И я думаю, что вот может быть если там быстренько на экране вот с помощью Екатерины мы увидим выставку, а я, возможно, тогда... Видите, мы начали первый раздел, то есть идея выставки такова, что на каждом стенде крупно выделена одна фотография или документ, который центральный. Вот Холокост в Германии. Мы немножко, так сказать, займемся историей, хронологией. Да, то есть с чего начинается? Стенд начала это события, которые были в нацистской Германии и первый погром, хрустальная ночь, разрушенные синагоги, разбитые витрины магазинов. И вот мы нашли регион, нынешняя Калининградская область, а ранее Восточная Пруссия, Кенигсберг, где происходили эти события. Унижение, преследование евреев представлено на этой экспозиции. И здесь же Анна Франк. Это как бы начало, первый стенд, и дальше с историей, уже рассказанной вами, мы к этому вернемся. Холокост на территории Советского Союза. Здесь тоже, видите, один из документов, который написан 15-летней девочкой своей подруги накануне оккупации города Киева. Это предчувствие. Это вот потрясающее письмо. Эта девочка погибнет, погибнет и адресат этого письма. Сохранится это письмо. И, конечно же, фотографии, которые, как отдельный вид документов, еще нуждающийся в изучении, это в первом случае немецкая фотохроника. Они снимали казни евреев. Во втором случае это инициатива фотографа из немецкой пропагандистской команды, который не снимал уничтожение евреев в Бабьем Яру. Но благодаря его фотографиям о том, как сортируют вещи убитых людей, у нас образ Бабьего Яра, это страшного оврага, который здесь представлен. Вот на стенде очень много нашей выставки, цифры, которые перечеркнуты. Следующий стенд, который вот здесь, обратите внимание, вот справа внизу с желтым цветом, это анкеты узников Брестского гетто. Для некоторых иногда говорят, вот вы о Холокосте, о судьбах евреев, погибло столько людей. Вы знаете, 10 лет мы делали наш семинар для школьников, начиная его в 4 часа утра в Брестской крепости. Этот семинар прошло примерно 300 молодых людей из 12 государств, не только постсоветских. Мы всегда показывали архив Брестского гетто. Единственный сохранившийся в мире архив целиком, где представлены фотографии людей. Потому что нужны были документы на немецкий паспорт, аусвайс, и копии их оставались в архивах. Так, например, фотография матери будущего премьер-министра Израиля Минахима Бегина. Но вот здесь обратите внимание справа на документ, чтобы вот поняли, что такое Холокост. Редкий случай, когда сохранился документ учета населения города Бреста, в том числе евреев. Вот была на определенную дату цифра 16 934 человека на 15 октября. В этот день произошел расстрел. И эта цифра закончена. Следующая там строка, к сожалению, вот на этом слайде этого нету, это прочерк. Нет евреев в Бресте, но и население города из 51 тысячи уменьшилось почти на 17 тысяч человек. Вот так вот графически через документ представлена трагедия. Само уничтожение, карта, вот здесь видите, вот эта вот идея перечеркнутой цифры, 2 миллиона 800 тысяч советских евреев, в паспортах, у которых были советские граждане, паспорт СССР, они были уничтожены. Ну и справа та самая история, видите, вот так выглядела гетто, вот так вот судят полицая, каких-то нашли еще в середине 50-х годов, суд состоялся в 60-м году, есть даже кинохроника ленинградская об этом судебном процессе, вот один день Ивана Денисовича, что интересно, он ни до, ни после, ни одного, так сказать, по его вине ни один человек не был убит, он сам ни по кому, никого лично он не убивал, он отдал этот приказ. Вот таких Иванов Денисовичей в картотеке советских органов безопасности до конца существования СССР было около одного миллиона, тех, кого разыскивали, и кто так или иначе участвовал в преступлениях. Холокост на территории России может быть одна из самых малоизвестных сторон Холокоста, возможно, кто-то думает, вот Бабий Яр, это на Украине, Минское гетто, в Белоруссии, нет, 25 регионов Российской Федерации у современных границ они были оккупированы, например, в Ставропольском крае уничтожено 33 тысячи мирных жителей, из которых 27, более 27 тысяч это эвакуированные евреи. Эту историю мы тоже рассказываем и показываем через памятники, например, город Пушкин, то есть знаменитый циркосельский лицей, коль мы уже говорим для филологов, не могу не сказать, это, в общем-то, 30 километров от дворцовой площади в Ленинграде или Санкт-Петербурге, и там, как раз, вот на этой самой дворцовой площади лицея расстреляли несколько сот евреев Пушкина в октябре 41-го года. Замечательный монумент Вадима Сидура формула скорби показывает вот эту вот выставку и композицию. Еврейское сопротивление не обязательно вооруженное. Первое же воззвание января, 1 января 42-го года мы не пойдем как овцы на бойню. Работали театры где-то подпольные, работали школы, учебные заведения, заботились узники где-то о своих учителях. Это очень интересная, наверное, заслуживающая отдельного рассказа история Холокоста. И, конечно, восстание, сопротивление благодаря фильму Собибор о восстании под руководством Александра Печерского наконец-то узнали и в нашей стране. Вот спасители и спасенные. Тоже, видите, мне повезло, я очень много, опять же, возвращаясь к литературе, Иван Бунин, человек, который, его многие литературные произведения, ну, по-разному, лично для меня в юности «Темная аллея» это, ну, почему-то перевернуло мое представление литературе о жизни. Он писал «Темные аллеи» летом, осенью 1942 года. Когда он писал эти «Темные аллеи», в его доме, в вилле, в небольшом городке Грасс, скрывалась еврейская семья. Он специально поехал в соседний городок Каны, привез их к себе, укрывал в течение восьми дней. Удалось нам найти неопубликованные дневники Бунина, его жены, письма нескольких людей, которые находились в доме. Он спасал незнакомых людей. Русский писатель, не принявший ни французского, никакого другого гражданства, проживавший в оккупированной Франции как беженец, проживавший на вилле, которая принадлежала англичанке, он купил у нее. Никто бы не обратил внимания на его литературные заслуги, если бы донесли о том, что прячут еврея. Но для Ивана Алексеевича Бунина такого выбора не было. Еще пока не признан праведником народа мира от другого известного писателя из Польши. Вот, то есть, один писатель, Чеслов, сейчас вылетела фамилия, удостоен этого звания. То есть, истории спасения, они крайне интересны, и они важны для истории Холокоста, чрезвычайно. Давайте, освобождение мы начинаем советской территории. Первое гетто, гетто Калуги, было освобождено уже в декабре 41-го года. Последнее гетто Европы 8-го мая 45-го года рядом с Прагой, город Терезен, кстати, освободила та же самая армия, которой воевал генерал Красавин. Дальше мы показываем истории вот именно освобождения первого лагеря смерти, лагеря смерти Аушвиц, и, конечно, рассказываем в первую, то есть, извините, Майданека, и рассказываем о всех вот этих генералах, которых я упоминал, упоминал и о бегистанце Танкаеве, который командовал полком, который освободил, вот, освободил непосредственно Беркинау, он в составе как раз той дивизии, которой командовал генерал Красавин, станет впоследствии этот дагестанец Танкаев, генерал-полковник. Представьте, мусульманин был во главе воинского подразделения, которое освободил еврея Тафранко, еврея Прима Леви и других узников. Ну, я уже называл о подвиге врачей, вот, когда мы показывали нашу выставку, были некоторые сомнения, в Сенате Берлина, захотят ли немцы, чтобы мы экспонировали подобного рода выставку. Вы знаете, их больше всего как раз привлек раздел о медиках, потому что в германских школах и вузах история Холокоста акцент на преступлениях врача Менгеля, его чудовищных опытах, которые он делал. А здесь вот для нас вот та самая доктор Жилинская, о которой я говорил, ее узники называли ангел жизни, она спасла их жизни. Как интересно, название слова «счай ангел смерти» появится позже, чем вот те слова, которые благодарные узники говорили в честь наших врачей. Ну, историю от Афранко я рассказал, то есть представлены дневниковые записи, письма, они очень сильно, и та же вот фотография, гимнастерка, которую получила в подарок Ева Шлосс. Борис Полевой тоже представлен здесь. Среди тех, кого спасли наши солдаты, было очень много известных людей, часть я называл, тоже знаменитый теолог и писатель Лео Бек, руководитель еврейской общины Германии. Ну и завершается наш раздел, это как бы вот и замыкает вот эту экспозицию проектом «Вернуть достоинство». Проект, который мы сегодня проводим вместе с Российским Еврейским Конгрессом, устанавливая места, где уничтожали евреев, и устанавливая памятники. Очень часто инициаторы – это учителя, очень часто это краеведы, в подавляющем большинстве это не евреи, для которых люди, которые погибли там, это земляки. И вот может быть вот это общее сохранение памяти, памяти о войне, о преступлениях нацизма – это тоже один из очень важных уроков Холокоста. Хочу закончить словами Михаила Яковлевича Гефтера, с которым мы создавали наш центр и которому мы стараемся следовать. Не бывает геноцида только против одного народа. Геноцид всегда против всех. Вот что такое история Холокоста, вот что такое уроки Холокоста, о которых я вам хотел рассказать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...